Геля, Наташа, за стол! Я не могу сказать, что мы под каждого подстраиваемся, потому что тогда бы я бы просто, наверное, уже лапки сложила, да, и все. Это просто нереально. Но, да, мы знаем, что, допустим, Наташа у нас вообще не пьет молоко, да, или кисломолочку она у нас не употребляет. Тогда мы там как-то ей чай, да, кому-то кефир, то есть вот так вот, вот эти есть моменты. Вот, а так еда у нас обычная, то есть как вот заложилось еще, будучи у старших, в садике, да, допустим, что они там едят. В принципе, мы практически то же самое готовим дома. Здоровье взрослого человека, уверяют нутрициологи, во многом формируются еще в детстве. В частности, от того, каким было питание у растущего организма. Истина вроде и очевидна, но по данным Всемирной организации здравоохранения, именно от неполноценного питания 52 миллиона детей в возрасте до 5 лет страдают от истощения. У 155 миллионов наблюдается задержка развития. Избыточный вес или ожирение зафиксировали у 41 миллиона детей. Такая картина наблюдается в основном в странах с низким и средним уровнем доходов. Так каким же должен быть рацион ребенка? Есть основные правила в питании, которые важно соблюдать для любого ребенка, какая бы активность у него ни была. Хотя бы самая простая схема – 5 продуктов. Один кисломолочный в день, один фрукт, один овощ, один продукт из злака, это не булочка, а злаковые крупы или цельнозерновой хлеб и мясо либо рыба. То есть хотя бы так составить питание, учитывая эти моменты, это уже будет хорошо. Сделать здоровую пищу легкодоступной – вот что рекомендуют родителям специалисты по питанию. Например, вместо сладостей давать детям с собой несладкий йогурт, орехи и семена. А в школах обязательно выбирать для ребенка горячий обед. В школьных столовых учащимся предлагают сбалансированную еду, которая содержит правильное соотношение белков и углеводов, витаминов и других полезных веществ. Так в школьном меню можно встретить и супы, и блюда из мяса и рыбы, и растительную пищу. К слову, ничего жареного, только приготовленное на пару и вареное. Еще одно правило – питание должно соответствовать сезону. Осенью – это у нас овощи, да, то есть у нас как раз они насыщены витаминами, минералами, все вот такие, они свеженькие, мы их и даем осенью. Зимой мы такого, естественно, дать не можем. У нас еще зимой как положено, чтобы была пища более калорийная, да, то есть если весной мы витаминами насыщаем, то зимой, то что у нас холодный сезон, да, идет, мы более плотное питание даем, то есть больше даем белка, больше даем углеводиков. И даже при таком разнообразии полезной и вкусной еды ребенок иногда невольно выбирает фастфуд или сладости. Как говорят психологи, неправильный выбор часто исходит от сверстников, а еще и от родителей, которые сами мало заботятся о своем же рационе. А ведь они – наглядный пример для своих детей. И это очевидно, но для молодых родителей это совсем не очевидно. Начнем с этого. Потом, если касаться, опять же, родителей детей, то родители могут, родители школьников могут понять, что детей часто привлекает фастфудовские оболочки, красота, эстетика, и она сыпется на нас отовсюду. То есть это и рекламные плакаты, это и всевозможные телепередачи, ну и просто рекламные блоги. А почему бы ребенку не завернуть, например, бутерброд в фольгу? Почему бы, например, не сделать многоразовую вот эту вот чашку термос? А вот еще несколько советов от психологов, которые помогут родителям привить ребенку культуру правильного питания. Например, не стоит заострять внимание только на вреде фастфуда и сладостей. Лучше чаще подчеркивать, чем полезны овощи и фрукты. И не обязательно делать это в наседательной форме, можно и в игровой, сочинить сказку о витаминах или вовлечь детей в процесс приготовления. Ну и, конечно, помним, родители – лучший пример.